МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студенты смогут выбрать желаемое направление. Победителя получат льготы при поступлении в ВУЗы на бакалаврские, магистерские и аспирантские программы, а также возможность стажировки в ведущих финансовых организациях страны. Администрация Советского района Самары в телеграм-канале сообщает, что если вы попали в сложную жизненную ситуацию или занимаетесь социально значимым делом, вы можете получить финансирование для решения собственных задач, заключив с государством социальный контракт. Условия простые. Орган соцзащиты обязуется оказать госпомощь, а вы берете на себя обязательство пройти переобучение, трудоустроиться или развивать свое дело. На страничке сообщества размещен ролик-конструкция. Программа соцконтракта существует уже несколько лет. За это время в Самарской области ей воспользовались более 18 тысяч человек. Среди них и житель Самары Александр Тремасов, всю жизнь любивший футбол. Его история и представлена в ролике. Администрация Кубишевского района сообщает, что портал Госуслуги возобновил прием заявлений на выпуск загранпаспорта с электронным носителем, информацией и сроком службы до 10 лет. Чтобы оформить загранпаспорт, нужно заполнить заявление, выбрать отделение МВД и дождаться проверки заявления. Она длится до 12 дней. Оплатить госпошлину 5000 рублей для паспорта нового образца и 2000 рублей для паспорта старого образца. Прийти в отделение МВД, чтобы предоставить оригиналы документов, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев, если выбрали паспорт нового образца. Уведомление о готовности паспорта придет в личный кабинет на госуслугах.